Да, извини, пожалуйста, Сабина. У меня просто встреча началась, я забыл. Спасибо большое. Как ты услышал? Короче, когда ты много раз рассказываешь другим людям, что про что твоя музыка, в один момент ты сам забываешь про что твоя музыка. Я не знаю. Изначально я его назвал «Миражи». То, что я захочу увидеть, то я и буду видеть. Поэтому для меня как бы стало это важной штукой, именно подумать об этом в отношениях с другими людьми, в отношениях с самим собой, в отношениях с моим спутником. Спутницей? Нет, спутником. Ну, он такой мираж, знаешь, захочешь, увидишь, не захочешь, не увидишь. Три песни в одном мини-альбоме. И все они такого, знаете, доброго настроения. Ну, или не доброго, а любовного настроения. Или желающего любовного настроения. Ну, в общем, там всегда есть выход в свет. Потом в середине лета я подумал о том, что так нечестно с миром обходиться. И должны быть другие миражи, в которых все ужасно плохо, в которых больно, в которых, ну, через которые тоже надо ходить. Не успеваю сделать хорошо два альбома. Вот. И поэтому я выпущу с Баттерлабом один. Светлый мираж. Как сказал Далер в памяти Баттера. А свой вот этот вот другой мираж я оставлю на ноябрь. Не знаю, может быть. У меня все очень долго протекает. Я даю время песни посуществовать. Посуществовать вот так, в этой одежде, в другой одежде, без этой одежды, вообще без одежды. Только в одежде. Постоянно подбираю новые слова, потому что спустя время, да, когда у меня, ну, вот эти первые эмоции проходят, я смотрю на эту песню и понимаю, что именно сверхзадача песня вот об этом. А тебя увело сюда. Разворачивайся, иди обратно. То есть сейчас же я музыку пытаюсь сам нажимать. Поэтому, то есть, у меня сейчас как-то все делится. Я нажму сюда, потом сижу, думаю, какие слова туда могут пойти. У меня уже есть какой-то напев, я его напеваю. Я почему-то подумал, ну, я послушал по видео, по крайней мере, что Сасарнань может прийти. Сасарнань? Мне так показалось. Я очень сильно привык к своим демо-записям. Я боюсь что-то менять, там, потому что мне уже супер все нравится. Я не знаю, почему некоторые друзья хотят записать туда живые инструменты. Мне вот так все нравится. И что-то скучно, и что-то два раза одно и то же повторять. Мне же нравится. Ну, короче, вот такой прикол. Но у меня есть тот друг, Диас зовут его. И как-то он, короче, мимо меня проходит и такой здоровается сам. А он обычно, он этот интроверт, но почему-то ко мне подошел. И мы познакомились, я зашел, ему все показал. Я ему включил одну песню, он сразу туда гитарный риф на вот моей, не на моей, а на старой детской гитаре моего друга записал, короче. Вот. Ну и вот так. И вот так у меня, короче, процессы проходят. И вот мне там какой-то инструмент пропишут, маленький, короткий, там чуть-чуть, вот да, совсем. И все, я уже хочу все поменять. Я уже все хочу поменять. Вот этот звук, он слишком туфтовый. Вот. Ну, я могу тебе сказать, песни все готовы. А могу тебе сказать, что песни вообще не готовы. Это смотря в каком настроении ты меня встретишь. Встретите меня послезавтра, я скажу, хаос, паника, я умираю, спасите, что делать. А сегодня спросишь у меня, скажу, да вроде нормально, сейчас вот это вы уйдете, я посижу, посмотрю, ну, там надо все склеить. Я сейчас до сих пор просто не знаю, там, меня одна песня волнует, поэтому вот.